МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и сколько тебе лет? – Стас. – Стас. А лет тебе сколько? – Девять. – Стас, к девяти годам? – Да. Уже, наверное, есть какие-то увлечения такие, да, и какой-то интерес к чему-то такой стойкий-стойкий, то, что ты любишь делать вот несмотря ни на что, в любую погоду, в любом настроении. Есть у тебя какое-нибудь такое увлечение? – Да. – А расскажи о нем, пожалуйста, если можно, конечно. – Я люблю в футбол гулять. – Футбол. Ну, при нашей, в принципе, как бы южной природе, да, можно в футбол играть целый год, не только летом, да? А почему в футбол? Потому что все мальчики им занимаются? Или все-таки есть какая-то такая индивидуальная особенность у тебя? – Там можно бегать, мотаться. – То есть ты любишь активные игры, побегать, да? Ты учишься в школе, да? На каком уроке тебе интересно? – На Маливане. – Хорошо. Читать ты любишь? – Не. – Не очень, да? Хорошо. А фильмы какие смотреть? – Человек-поук, роботов. – А ты вот уже думал, кем бы можно стать в будущем? – Космонавт. – Слушай, у тебя хорошие планы такие интересные. А что для этого нужно? – Костюм ракета. – А до того, как ты уже… Это костюм ракеты, это уже когда, в принципе, ты выучился, да? Тебя натренировали, и, в принципе, уже полет вот не за горами. А до этого? Надо, наверное, хорошо учиться, как ты думаешь? – Да. – Да? А каким предметом уделять внимание? – Математикой. – Вот, видишь как, молодец. А у тебя с математикой не чуток отношений? – Не, не люблю. – Не любишь? Ну, хорошо. А как же так? Хотеть стать космонавтом и не любить математику? Может, надо как-то полюбить, еще же есть время? – Да. – А друзья у тебя там есть? Много друзей? – Не. – Не очень, да? А вообще, вот смотри, как ты думаешь, друзей у человека должно быть много, или все-таки лучше, чтобы был один-два, но самые-самые верные, самые близкие, которым вот можешь доверять и все-все-все рассказывать? – Да. – А с кем тебе вообще вот интереснее общаться, с мальчишками или с девчонками? – С мальчишками. – Почему? – Не знаю. – Ты их лучше понимаешь? – Да. – А я знаю, что у тебя сестра есть. Можешь о ней рассказать? – Как ее зовут? Сколько ей лет? – Таня 16 лет. – Таня 16 лет, она взрослая. А вы дружите? – Да. – Да? Тебе с ней интересно? – Да. – А ей с тобой? – Да. – Бывает такое, что вы что-то вместе делаете? – Ну, по магазинам ходим. – О, ну это интересно. А кто кому помогает выбирать покупки? Ты Таня или Таня тебе? – Не знаю, мы будем. – Ты любишь сестру? – Да. – А хотел бы быть вместе с ней уже, вот когда взрослой будешь, будешь дружить с ней? – А какой бы тебе семью хотелось? – Родного. – Аплодисменты. 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 Вітаю, дорогие друзья. Сегодня мы в Центре социально-психологической реабилитации детей. Мы продолжаем нашу беседу с директором Центра Святлана Миколаевна Клюйко. Сегодня мы хотим поговорить о болище проблеме, которая состоит перед нами почти каждого дня. В общем, в нашей стране сейчас не очень приятный час для развития семьи, чтобы семья чувствовала себя защищенной и счастливой. Мы пытаемся сделать все для наших детей, чтобы они жили счастливо, чтобы экономический стан наших семей не погрешился настолько, чтобы мы не могли обеспечить их всем необходимым. Но все-таки экономический стан страны страны влияет тому, чтобы семьи уже смыслились над тем, как им жить дальше. Коло семей, которые попадают в незручные и почти трагичные обстоятельства, он расширится. Как сделать так, чтобы дети, которые попали вместе со своими родителями до такой скрутной ситуации, не опинились на улице. Про это думают специалисты. И как сделать так, чтобы это не произошло, мы будем говорить сегодня. Светлана Миколаевна, действительно, сейчас, на сейчас, мы очень рады, что у нас нет безпритульных детей. Это дети и есть на улице, но они попали на какой-то час, и, слава богу, службы спрацьовывают так, что они повернутся до семьи, или попали в таких центрах, как ваш. Но все-таки, тот экономический стан, в который попали в семьи, он, на жаль, сприятен, таким випадкам, они стают частейшими. Для того, чтобы не появились безпритульные дети в нашей стране сейчас, что можно сделать, что можно сделать, что есть какие-то, возможно, моменты профилактические, саме сейчас? В связи с тем, что большинство семей, которые имеют средний уровень достатка, весь час снижаются. В связи с тем, что у них нет родителей, родители идут на заработки или шукают где-то работу, но каждый раз, когда родители даже находят работу не в своем населенном пункте, а в другом, то, как правило, никто не думает о том, как и что может статься с детьми. Мы с вами стаем святками из засобов массовой информации, когда что-то трапляет с детьми. Как правило, мы уже даже с вами встречаемся с тем, что трапляет с тем, что трапляет с тем, что даже в хороших, нормальных семьях. Або в каких-то несчастных случаях, або в что-то, скажем, что-то, в любом случае, трагичная ситуация. В связи с тем, что батькам, прежде чем они будут шукать где-то работу, будут отъезжать, або на певный час, або на некоторый час, на достаточно большой промежок часу, або это может быть, может, 2-2. Я думаю, что батькам, прежде чем, нужно обратить внимание, чтобы дети не остались самыми. В связи с тем, что если дети будут остаться очень часто дома, и это может перевищать добу и больше, то дети просто выйдут на улицу. Больше того, если дети увидят, что дитина голодна, вы знаете, голодная дитка, есть такое прислевание у нас, если дети будут голодными, дети будут чувствовать, что батьки, або мати, они приезжают, но их материальное становление не покращается в семье, а больше того, что возникают какие-то другие проблемы, тогда дети выйдут на улицу. Они будут сами шукать, ну, кращую долю, скажем так. Это будет хорошо, если эти дети потрапят в поле зору службы о справах детей, або других социальных служб, або просто добрые люди звернуть увагу на эту дитину. И не просто дитине купить поезд, тебе будут деньги, а запитают дитину, чому ты на улице, что сталося, давай я тебя отведу домой, если дома что-то не так, ну, уже, скажем так, у крайньому випадку, отвезти дитину до полиції, яка на улице залишилась сама, и домой дитина не хочет идти. Больше того, я хочу сказать, что люди, которые встречаются с детьми, ведут беседы на улице. Так, есть риск обману детей, есть риск фантазии детей, но я думаю, что дитина в силу своего развития, она не может набагато спрогнозировать або сфантазировать что-то, что было правдоподобным. То есть люди, которые разговаривают с детьми, должны быть очень хорошо, и это мы все таки, мы все ходим по улицам, очень хорошо должны понимать, что если дитина говорит, то фантазию дитини можно разделить. И можно поделиться, если правда это. В любом случае, мы можем таких детей не проходить. Если мы знаем, что у нас по соседству что-то происходит, або у наших родителей, знакомых діти залишаются самі, я думаю, что тогда необходимо вмешаться в эту семью. Хотя это некорректно, хотя мы говорим, что никто не имеет права керувати, как жить с семьей, но в таких случаях, я думаю, что когда вмешаются другие люди, это будет только иметь позитивный характер. Как только дитина остается дома самих и остается на некоторый час, то я думаю, что дитина будут на улице все. А батькам? Батьки, вони можуть разгубитися, так, від того, что дійсно, ну, это трагедія, когда ты не можешь дать те, что нужно своей дитине. И как зробить, можливо, звернутися до специалистов? Это не обовязково платный психолог, потому что есть много и громадских организаций, и организаций, которые дійсно помогают, надают психологическую поддержку людям, которые поступают до скрутных житей, и есть центры для семьи, детей и молодых. Это ваши партнеры, скажем так, и там бесплатная такая помощь. Я думаю, что на сегодня в нашей стране существует достаточно, скажем так, консультативных организаций, если объединить всех, где можно обратиться, где можно задать вопросы, где можно сказать, что у меня такое стало. Мы имеем на практике достаточно много случаев, когда мать отъезжает на месяц, два, три, она отъезжает кудись, або на заработки, або вирішить какие-то свои семейные вопросы, она обратится к службе у справок детей, або до центру социальных служб, она обратится и говорит, что у меня склалось такое становище, мне не надо с кем залишить дитину, або я лягаю в лекарню. Как правило, есть заболевания, которые связаны с туберкульозом, скажем так, где лекарню происходит до 9 месяцев, батьки лежат и хворяют, и ясно, что у детей нема, куди діти. Есть у нас такие случаи, когда мать идет родить, ну, там, какую-то дитину за рахунком, там, третью, четвертую, пятую, а тих дітей немае с кем залишить. И тогда они обратятся до службы у справок детей, або до центра, и выникает вопрос, что делать с такими детьми. Тогда и служба, и центр, они решают вопрос индивидуально, но есть часть детей, которая у нас находится в центре. И это не йде мова про то, что это выбранье детей от матери? Нет, нет, это держава надает социальную помощь, надает цей семье. Больше того, я хочу сказать, что если так случается, то действительно, діти отрибывают допомогу, и діти ей навчаются, и обстежения, и в деяких випадках это даже стоит необходимым для родителей, даже когда уже у матери там решилось какое-то вопрос, но все-таки дети деякий час остаются в центре для того, чтобы помочь детям и семье. Дякую, Светлана Миколаевна. Дякую вам, шановные телеглядачі, за то, что вы остались с нами уже много лет. И я впевнена, что наши программы, я сподіваюся на это, дают вам гарную поддержку, скажем так, в жизни вашей семьи. Действительно, если возникла проблема, первое, что не нужно делать, это разгубляться. Другое, что нужно делать, это вернуться до друзей, до своих родителей и специалистов, которые смогут помочь. Они в нашей стране есть. Не нужно бояться того, что ты что-то скажешь, ты свою проблему принесешь на загальный рассуд. Обязательно найдутся люди, которые поможут решить ее. Просто нужно разумно поставить свои проблемы и пошукать поддержку у других. Я желаю всем, чтобы в наших семьях было все добре. И прощаюсь с вами на тиждень. Через тиждень мы встретимся в нашей программе. В программе «Шукаю батьков» на все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова